Театрализованный праздник «Битва на Вожжи» – фестиваль секреты средневековых кузнецов. Теперь список событий, посвященных истории нашего края, пополнился еще одним историко-патриотическим праздником, который получил название «Старая Рязань». В субботу, 5 сентября, он впервые прошел на Древнем Городище, хотя идея его создания витала в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике уже давно. Его сотрудникам хотелось как можно больше рассказать об одном из главных археологических памятников Рязанской области. Именно здесь, на этой земле, в 1237 году произошла Великая битва. Хан Батый напал на столицу Рязанского княжества и буквально стер ее с лица земли. Этому событию посвящен один из величайших памятников древнерусской литературы – повесть о разорении Рязани Батый. Так как 2015 год был объявлен Годом литературы, то первый праздник решили посвятить именно этой повести. Здесь можно было увидеть реконструкцию этого древнего текста, побывать в гостях у средневекового летописца, узнать о технологии создания книг в древности и даже самому сделать небольшую книжку на память. Особой популярностью у ребят пользовались интерактивные площадки «Примерь доспех» и «Воспитание воина». Воспитание воина на Руси уделялось большое значение, потому что воины были не только сильно выносивы, но они еще были сильны духом прежде всего. Поэтому мы отдаем дань нашим предкам именно вот на этом месте, где сражались не только с неприятелем воины, но и все граждане, которые жили на этой территории. Кульминацией праздника стал спектакль «Тризна», поставленный скопинским молодежным театром «Предел» по повести о разорении Рязани Баты. Работа над постановкой шла на протяжении всего лета. Режиссеры, актеры даже приезжали на городище, чтобы прочувствовать скорбную атмосферу этого места и настроиться на сложную работу. Есть текст, и мы договорились о том, что главный герой спектакля – это летопись, текст. Но возникает противоречие, потому что это спектакль, и он должен быть визуально красив, в нем должно происходить какое-то действие, необходима динамика. И мы постарались в этом зрелище сейчас соединить видео, танец, текст. И все это ни в коем случае не должно напоминать реконструкцию. На празднике «Старая Рязань» этот спектакль игрался в первый и, скорее всего, в последний раз. Это своеобразная дань памяти, которую режиссер и актеры, а вместе с ними все зрители отдали этой земле. Организаторы заверили нас, что праздник станет ежегодным. Какова будет тема праздника в 2016 году, пока неизвестно, но наверняка нас вновь будет ждать увлекательное путешествие в прошлое.